Неделя на Дону. Расскажем и напомним о важных и интересных событиях, уходящих в 7 дней. В студии Дарья Шулик. Здравствуйте. Траву на Ростов-Арене засеют в июле. На заседании Оргкомитета Мундиаля говорили о стадионах, достойной встрече гостей и благоустройстве. Оформления отсутствует ноль. Оформления просто нет. Поставили трех забивак в разных местах через каждые 2 километра и больше ничего туда ничего не видно. Долги выплачены, но обстановка снова накаляется. Ситуацию с работниками Кинкоула объясняют замгубернатора и сами шахтеры. Просто так языком молоть и призывать людей на голодовки, на поездки в Москву. Я когда-то задавал вопрос, а кто оплачивает? Задумайтесь, кто оплачивает эти поездки? Женщина убита, ее отец в реанимации. Ростовский полицейский расстрелял на трассе бывшую жену с тестем. Кадацкий, Кадацкий. Он в тебя стрелял? Он в милиции работает в обуви. Он стрелял? Да. Впервые в сборной России в Юлия Моногарова вызвана на сбор одна из Ростов-Дона. Остальные травмированы или в декрете. Фото в кимоно с подписью. Пятилетний новочеркасец получил подарок ко дню рождения от Владимира Путина. Россия любимая, наша страна. Не бойтесь, он не укусит и не задушит. Прогулка с ростовским домашним питоном. В природе они не каждый день могут поймать жертву и ведут более подвижный образ жизни, чем в домашних условиях. Траву на поле Ростов-Арены начнут сеять уже в этом месяце. Оборудование для ухода за газоном должны привезти из столицы не позже сентября. А вот с оформлением к Мундиалю Ростов, по мнению губернатора, заметно отстает. Василий Голубев провел заседание Оргкомитета по подготовке к Чемпионату мира по футболу. В Донской программе подготовки к Мундиалю 29 мероприятий. Большая часть реализуется в срок или с опережением. Главный спортивный объект Ростов-Арена готов на 80% и откроется 1 ноября. Футбольное поле принято засеивать в сентябре, но у нас это сделают раньше, чтобы к его качеству, в отличие от питерской арены «Зенита», претензий не было. На Ростов-Арене будет живая трава, а не рулонный газон. Есть примеры, когда после этой работы газон в определенных местах не является качественным. Может быть, вы слышали высказывание одного из известных футболистов, который сказал, что он почувствовал некоторые нюансы в качестве газона. Поэтому причина простая. Просто рулонный газон может не прижиться. И там, где он не приживается, он, наверное, высыхает. А это значит, этот кусок или этот участок нужно менять. Сеять живую траву будут на всех тренировочных площадках Ростовской области. На Азовском стадионе Лакомова это сделают в сентябре. Объект сильно отстал от других из-за нерадивого подрядчика. Контракт с ним уже расторгнут. Мелочей в подготовке исторического мероприятия быть не должно, подчеркивает губернатор. Это и волонтеры, хорошо знающие историю края, и удобные транспортные маршруты, и обязательно насыщенная культурная программа. Плюс английский язык. Вот у нас один таксист в Питере, кажется, да, в Питере или в Казани, боюсь ошибиться. Вообще так водил языком, что не мог ни слова сказать с иностранцем, который сел. И отвез его совсем недалеко за 50 тысяч рублей. Тут с удовольствием отдал. У нас люди предприимчивые на юге. Значит, они и совсем не повезут, а деньги возьмут. Но я обращаю внимание на то, чтобы мы с вами эту часть отрабатывали. Для всех журналистов, независимо от аккредитации, губернатор поручил создать пресс-центр. О том, что Ростов-на-Дону принимает мундиаль, уже сейчас должен знать каждый гость города. Пока город Ростов не принимает чемпионат, потому что оформления отсутствует ноль. Оформления просто нет. Поставили трех забивак в разных местах, через каждые два километра, и больше ничего туда ничего не видно. Ваша задача, значит, 70% оформления города к чемпионату должно обеспечить в этом году. Наводить чистоту и порядок в Ростове нужно не только в центре, на левом берегу. Губернатор поручил каждому району Ростова подготовить свой план благоустройства до 1 августа. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Пятизвездочный отель «Хаят» в центре Ростова все-таки примет гостей мундиаля. Достроить и открыть его планируется до конца этого года. Эта стройка стояла с 2015-го из-за прекращения финансирования. Сейчас отель готов на 85%. Осталось закончить отделку и остановить оборудование. Гостиница «Хаят» Дон-Плаза, она стоит особняком, потому что все комиссии ФИФА, которые были здесь, они настаивают на том, чтобы гостиница «Хаят» должна быть введена в срок. Потому что и локация, и место расположения, и то, что находится вместе в такой группе с гостиницей, действующей Дон-Плаза, их устраивает. В отеле будет 188 номеров, 12 конгресс-холлов, спа-центр с бассейном и фитнес-залом, рестораны, бары, подземные и наземные парковки, плюс торговая галерея для жителей и гостей города. Кредитование «Хаята» продолжили благодаря привлечению второго инвестора. Сумма кредита больше 3,5 миллиардов рублей. При этом часть процентной ставки взялось субсидировать областное правительство. «Хаят» им Ростов закроет требования ФИФА по пятизвездочным отелям. Долги по зарплате бывшим работникам Кинкоула, как и обещалось, погашены до 1 июля. Выплаты получили и работники сервисных предприятий. Но вокруг проблемной компании по-прежнему полно слухов и фантазий. Ситуацию разъяснили заместитель губернатора и сами гуковские шахтеры. Компания «Банкрот Кинкоул» стала головной болью всей Ростовской области. Зарплаты гуковских шахтеров стали долгами, расплачиваться с которыми в итоге взялось региональное правительство. Где взять деньги на погашение долга частного предприятия? Найти ответ, казалось, невозможно. Выплатить из Донского бюджета или резервного фонда не разрешает закон. Да и прецедентов в стране не было. Пришлось разрабатывать свой механизм. По решению губернатора к выплатам привлекли региональную корпорацию развития. Рассчитаться со всеми по основному долгу пообещали к 1 июля 2017-го. И слово сдержали. На сегодняшний день за 2016-2017 год выплатили в погашении задолженности по заработной плате более 310 миллионов рублей. Более 310 миллионов рублей. Более трех тысяч человек получили задолженность по заработной плате. Остались только компенсационные выплаты. Это, к примеру, отпускные или алименты. Их будут погашать конкурсные управляющие. Как только имущество компании распродадут на торгах. Очень хочу поблагодарить нашу администрацию города Гуково и нашего губернатора, что они нашли выход через корпорацию, через других частных организаций выплатить заработную плату. Именно заработной платы, на мой взгляд, она практически выплачена. Люди некоторые не идут писать заявление. Поэтому, если кто услышит, кто не приходил в сервисное предприятие, пусть придут в Терком, мы поможем составить заявление, отдадим и люди получат задолженность по заработной плате. Для части людей, не обратившихся за оплатой, мы зарезервировали некоторую сумму. Провели подомовые обходы, предупредили родственников, что они могут обратиться, предоставить документы и получить зарплату, заверил губернатор. Помощь семьям шахтёров оказала и региональная Минтруда и соцразвитие, выделив более 25 миллионов рублей. Бывшим сотрудникам Кинкола помогли с поиском работы. Трудоустроить удалось большую часть обратившихся в службу занятости. Однако ситуация в Гуково по-прежнему напряжённая. Оппозиция продолжает призывать шахтёров к пикетам и голодовкам, вместо того, чтобы реально помочь людям. Просто так языком молоть и призывать людей на голодовки, на поездки в Москву. Я когда-то задавал вопрос, а кто оплачивает, задумайтесь, кто оплачивает эти поездки. Нагнетание ситуации ничем хорошим не закончится, уверен общественный деятель Гуково Иосиф Ланда. Горнякам сочувствует, сам 30 лет проработал в угольной промышленности, но призывает решать проблему мирно. Прекратить сегодня деморализовать общественно-политическую обстановку в городе. Хватит. И вот эти угрозы объявить голодовку и так далее, всё беспочвенно. Оно сегодня не имеет правовой основы. Чтобы ситуации с долгами частных компаний банкротов, подобных кинколу, не повторялись, в правительстве региона разработали предложение по совершенствованию федерального законодательства и направили в Госдуму. Виктория Щетинина, Сергей Вишняков, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону и Гуково. Семейная разборка с убийством случилась во вторник вечером на трассе Ростов-Таганрог. Ростовский полицейский расстрелял свою бывшую жену и тестя. Ехавшие по трассе отец с дочерью были обстреляны из другой машины. Сначала из охотничьего ружья, а потом, когда остановились, ещё и из травматического пистолета. Преступник выбросил оружие и скрылся, но ненадолго. Раненый мужчина смог назвать его фамилию и место работы. Уже через два часа стрелявшего задержали в Ростове. 39-летний Сергей Кадацкий не стал отпираться и рассказал предысторию преступления. Дед будет проезжать по трассе Ростов-Таганрог, дождался их появления, достал охотничьего ружья и произвел несколько выстрелов в сторону потерпевших. Интересно, что после задержания первое, чем поинтересовался преступник, было, что будет с моей машиной. В то время как женщина, 81-го года рождения, погибла на месте, 57-летний мужчина попал в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Полицейский, подозреваемый в совершении тяжкого преступления, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. После проведения служебной проверки будут привлечены к дисциплинарной ответственности его прямые и непосредственные руководители, вплоть до увольнения. По статье 105 убийство, теперь уже бывшему полицейскому грозит до 15 лет заключения. Густой чёрный дым оповестил в четверг утром клиентов ростовского автосервиса. Ремонта машин сегодня не будет. А несколько авто уже никогда не отремонтируются. Огонь в разной степени испортил около десятка. В 7.50 пожарные получили сообщение о возгорании боксов на улице Вити Черевичкина. Пожар был серьёзный. Огонь на площади в тысячу квадратных метров тушили 62 человека с помощью 16 единиц техники. Загорелось вот там, с задней стенки. Скорее всего, мы думаем, что поджёг. Потому что загореться само по себе вряд ли могло. Видимо, какой-то конфликт у арендаторов получился. Гендиректор базы считает, что потушить можно было быстрее и не было бы такого ущерба. Но гидрант рядом оказался нерабочим. Пришлось брать воду издалека. В итоге локализовали возгорание за полтора часа, потушили за два. Погибших или пострадавших в огне нет. На что надеялись, непонятно. Ростовские студенты заказали килограмм синтетического наркотика по почте. Посылка с производным эфедрона пришла из Китая через почтовый аэропорт Шереметьево. При её получении на участке курьерской доставки заказчиков и задержали. Оказалось, четверо студентов ростовских вузов 19-20 лет заказали синтетику через интернет и собирались продавать. У лиц, причастных к заказу и получению вышеуказанного почтового отправления, были произведены обыски с привлечением сотрудников кинологической службы. По одному из адресов проживания обнаружены изъяты иные наркотические средства, в том числе марихуана и гашиш. С учетом массы наркотика, а точный вес синтетики – 943 грамма, заказчикам-контрабандистам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. На связь вовремя не вышли, чем переполошили родственников и спасателей. Туристов из Ростова потеряли на неделе в Иркутской области. Группа из восьми человек в назначенное время не дала о себе знать, и МЧС начала спасательную операцию. Обследована река Анот, где в нижней части Анота была обрушена группа, состоялась в человеке в 30 километрах от поселка Анот. Группа от УПАВСИ отказалась, продолжила свой маршрут, объяснив задержку малым количеством воды. Оказалась тревога ложная. В 40 километрах от начала маршрута туристы сплавлялись на катамаранах по горной реке. Группа была в полном составе, в помощи не нуждалась и продолжила путешествие по маршруту. Детей от 7 до 12 лет теперь можно перевозить в машине без специальных удерживающих устройств. Достаточно ремня безопасности. Такое нововведение в правила дорожного движения вступило в силу 12 июля. Но это касается только заднего сидения. На переднем подростку по-прежнему необходимо спецкресло. Штраф за нарушение правил перевозки детей довольно внушителен – 3000 рублей. Изменились правила и для дошкольников. Теперь их нельзя оставлять в машине одних или с несовершеннолетней няней. Больше чем на 5 минут. Чтобы малыши не перегрелись, замерзли или просто испугались. Штраф за нарушение этого правила – 500 рублей. Смотрите далее в выпуске. Урожайность 50 центнеров с гектара. Следим за уборкой ранних зерновых в Кагальницком районе. Первые объемы вот с этого поля, шеница, уже в Египет проданы. Фото в кимоно с подписью. Пятилетний новочеркасец получил подарок ко дню рождению от Владимира Путина. Россия любимая, наша страна. Впервые в сборной России Юлия Моногарова вызвана на сбор одна из Ростов-Дона. Остальные травмированы или в декрете. Не бойтесь, он не укусит и не задушит. Прогулка с ростовским домашним питоном. В природе они не каждый день могут поймать жертву. И ведут более подвижный образ жизни, чем в домашних условиях. Средняя урожайность около 40 центнеров с гектара. Первые итоги сбора ранних зерновых подводят донские аграрии. И пока довольны. Если погода не помешает, завершить жатву в некоторых районах планируют уже через неделю. Из воюющей Украины Роман Коваленко бежал два года назад и сразу на донские поля. Благодаря этого опыта работы механизаторам накопилось целых 20 лет. Признается, у нас работать нравится больше. Здесь техника поновее. Обращение к людям другое. День механизатора во время сборки урожая начинается в 5 часов утра. Многие ждут период жатвы с предвкушением, поскольку от объема собранного урожая зависит и зарплата рабочего. Перерывов на обед всего 2 и те по 10 минут. Но уходят с полей только в 10 часов. По области уже собрали около 2,5 миллионов тонн зерна 600 тысяч гектаров полей. Урожайность разная, но в среднем почти 4 тонны с гектара. Здесь, в Кагалинском районе, выше среднего. Убираем по предшественникам кукуруза подсолнечник. Поэтому урожайность, можно сказать, что на сегодняшний день это неплохая, более 5 тонн. Ну а в дальнейшем урожайность будет повышаться. Я думаю, что уборку закончим около 6 тонн за гектар. А зима мы в этом году засеяли почти 2,5 миллиона гектаров. На Яровые видели ли 2 миллиона. Погода в июне кагальницких аграриев не радовала. Дожди не давали пшеницы высыхать, а ветер еще и положил. Убирать будет сложнее. Но покупатели на зерно уже есть. Качество этого года, оно похуже, чем в прошлом году. Пожалуй, турки от нашего зерна откажутся. А Египет с удовольствием заберет. Кстати, уже первые объемы вот с этого поля, пшеница, уже в Египет проданы. И уже, я думаю, по сегодняшнему дню, где-то 300 тысяч тонн мы будем в сутки обмолачивать пшеницу. Пшеница. В перспективе, я думаю, где-то выйдем на 500 и более тысяч тонн в сутки. Работа идет. Почти вся эта пшеница пойдет за границу. После прошлогоднего рекорда урожай ждут меньше. Как следствие, цена уже выросла и ее называют хорошей. Зато на нового зерна трейдеры дают 10 400 рублей. Виняногорская, Сергей Вишняков, Дон-24, Кагальницкий район. Не о машинках или конструкторах мечтал новочеркасец Артем Дремин в свой пятый день рождения. Вместо всей этой детской возни ему хотелось встретиться с президентом России. Или хотя бы получить от него личное поздравление. И желание исполнилось. Прилетел вдруг волшебник в вертолете почты России и доставил подарок из Кремля. Фотографию Владимира Путина с подписью. Передал сюрприз у себя в кабинете мэр Новочеркасска. Я знаю, что ты берешь с него пример, что ты на него равняешься. Значит, большой молодец. Давай я это выполню. Вручу тебе. Поздравляю тебя. Держись. Президент на фото неофициальный в кимоно. Но юбиляр сам добавил официоза. И вместо стихотворения со стульчика исполнил гимн России. Россия, любимая наша страна, Вся и тут сия воля, Леникая слава, Нам вся же стояние на все имена. Мечту Артема глава государства узнал из письма отца мальчика. Александр Дрёмин написал, что маленький сын во всем подражает Владимиру Путину. Надевает такой же фиолетовый галстук, мечтает пойти на дзюдо и даже выучил новогоднее обращение президента. Как началась эта горячая линия с президентом, Вот он сразу, папа, папа, давай тоже напишем. Сели, написали, не ожидали, что будет такой отпек. Так что это все, все целые его инициатива, идея. Фото президента стало главным, но далеко не последним подарком к первому юбилею. Родители обещают Артему игрушечные, сладкие и развлекательные сюрпризы до выходных. Виктория Щетинина, Дон-24, Новочеркасск. Юлия Моногарова впервые вызвана в сборную России. Карантин после смены гражданства закончился, и бывшая украинка стала россиянкой, теперь и в спортивном мире. Тренер сборной Евгений Трифилов вызвал Юлию на тренировочный сбор в Сочи, который проходит с 14 по 27 июля. И станет подготовкой к осенним отборочным матчам чемпионата Европы и декабрьскому чемпионату мира. Интересно, что дебютантка Моногарова – единственная гандболистка нашего клуба из 22 вызванных на сбор. Но вызовов из Ростова было значительно больше, пояснил нам гендиректор Ростов-Дона. Дело в том, что Владлена и Анна Синь, вы знаете, у нас сейчас в особом положении готовятся стать мамами. Аня Седойкина и Аня Вяхерева находятся сейчас в восстановлении и Катя Ильина после травмы, поэтому вызов на них пришел, но по состоянию здоровья на этот сбор они не поедут. Аксения Макеева вышла замуж и отпросилась у Евгения Трифилова. Ростов-Дон выходит из отпуска в начале следующей недели. Лежит в углу, не лает, не урчит, не чирикает и в колесе, как хомяк, не побежит. Зато может помассировать тело, как ни один массажист не сделает. Домашнее животное ростовчанина – питон. Причем сетчатый, самый длинный и довольно агрессивный. Если на улице плюс 25, Сергей выносит питомца на прогулку, ведь по квартире сильно не разгуляешься. Но сегодня питон ленив, до сих пор переваривает обед двухнедельной давности. Следующую порцию кролика получит в августе. В природе они не каждый день могут поймать жертву и ведут более подвижный образ жизни, чем в домашних условиях, так как террариум малоподвижный, и человек постоянно приносит поесть. Она мало тратит своей энергии. Имени у змеи нет. Питон и в квартире питон. Тем более, что звать его незачем, все равно не услышит. Змеи чувствуют звуки только телом. Ну, с кошкой просто, потому что есть лиц такая брашка. И у нее все приходят, когда она такая замшевая. Вот они похожи, в принципе. Если вам нравятся змеи? Нравятся, да. Шелковая, теплая. Поэтому пусть не врут, что они скользкие и холодные. Заводить питона Сергей Новичкам не советует. Говорит, для начала лучше попробовать вырастить удава. Он совсем безопасный. И лучше заводить мальчика. Девочки вырастают вдвое больше. В длину питоны растут три года. Этому как раз три. И длина его четыре метра. Теперь до 25 лет будет набирать массу. Я держу дистанцию. Ведь, посмотрите, это большая змея. Я до этого с питонами не общался. Но очень хорошо, что он есть. Меня на самом деле вот такие большие змеи не пугают, типа питона. Он на самом деле не опасен, по-моему, для человека. Но если бы там какая-то черная мамба лежала, это было бы опаснее, я думаю. Ну, или любая ядовитая змея, даже какой-нибудь, я не знаю, там, гадюка была бы опаснее, чем питон. Прохожие реагируют по-разному. Всем главное, чтобы не укусил. Ведь у этого питона 92-сантиметровых зубов. Но кусается питон только в крайних случаях, когда что-то сильно раздражает. Сначала подает сигнал телом. Бьет. И только потом укусит. За три года своей жизни еще никого не укусил. Весит 25 килограммов. И выдерживает вес 11-летней дочери Сергея. Я первый взгляд, когда видел, я сначала испугался. Я не понял, что это такое. Сижу и наблюдаю. Ну, интересно. Я лучше тут посижу. В том, что питон прохожих не обидит, Сергей уверен. Ведь знает его с малолетства. Купил змейку 90 сантиметров длиной и в палец толщиной. И вырастил, воспитал. Змея привыкла и воспринимает людей, как обычные окружающие объекты. Дерево, стены, землю. Для змеи очень играет большую роль запах. Если будет, допустим, запах, соответствовать кормовым объектам, то, что они едят. А кормовые объекты – кролик, птица, крыса. Съел и лежит лениво. Купить его захотела дочка, когда умер, живший в семье удав. А бабушки-новичок стал массажистом. Змейный массаж помогает при расстройствах и стрессах. Медленные и равномерные движения змеи расслабляют мышцы и делают сердечный ритм ровным. Чтобы питон пополз, его надо пощекотать. Правильно пощекотать надо еще суметь. Так что массажа в этот раз не получилось. А ведь, говорят, змеи благодаря необычной чувствительности знают, где очаг мышечной боли и лечат именно его. Евгения Слинкина, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. На сегодня у меня все. Еще больше новостей на обновленном сайте don24.ru. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин